Доход по этим облигациям составлял порядка 9%. Вы просто потеряете свои деньги. Мертворожненный продукт на данный момент. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Дмитрий Бжезинский, я шеф-редактор портала Финверсия. И сегодня хотел рассказать о таком инструменте, доступном частным инвесторам, как облигации федерального займа для населения. Так называемые ОФЗН. Рассказать о том, почему ими лучше не пользоваться, предпочитая им депозиты банковские, либо обычные ОФЗ, обращающиеся на биржи. Два года назад, в 2017 году, наши власти решили повысить финансовую грамотность граждан и предложить для них бумаги федерального займа, облигации федерального займа. Почему повысить финансовую грамотность? Да потому что бюджет не нуждался в дополнительных деньгах, он закрывается с профицитом. Но вот решили таким образом показать людям, что есть ценные бумаги, облигации. Попробуйте, дескать. Люди попробовали. Поскольку рекламная кампания была массовой, масштабной, а банки на тот момент были не сильно заинтересованы в депозитах населения, то два банка-партнера этой программы, это Сбербанк и ВТБ, достаточно активно сподвигали народ на приобретение именно ОФЗ. Например, одна моя родственница, пожилая, столкнулась с этим воочию. Когда она пришла в Сбербанк продлевать депозит, сотрудница Сбербанка предложила ей вместо депозита приобрести ОФЗН. Почему? Ну, потому что они на тот момент давали гораздо больший процент. На тот момент доход по этим облигациям составлял порядка 9%. Моя родственница согласилась, сняла деньги с депозита и купила эти облигации. Вот только банки забыли предупредить. Точнее, предупредили, но понятно, что пожилому человеку разобраться во всех хитросплетениях было сложно. Дело в том, что и при покупке, и при продаже этих облигаций банку-агенту, в данном случае Сбербанку, ну или ВТБ, это без разницы, банк-агент берет свою комиссию. Эта комиссия может доходить до полутора процентов и при покупке этих облигаций, и при продаже. Ну, то есть вы понимаете, что 3% вы теряете просто за счет этой комиссии. Ну, если сумма небольшая, там до 100 тысяч рублей. Далее, дело в том, что эти облигации дают максимальную доходность, на тот момент давали, выпуска 2017 года, первый транш, давали только в том случае, если вы продержите их у себя все 3 года. Они трехлетние, да, забыл сказать. Таким образом, если вы захотите их, допустим, погасить эти облигации, продать банку-агенту в течение первого года их срока, их обращения, то вы не только ничего не заработаете, вы просто потеряете свои деньги, поскольку выкупная сумма окажется меньше той, которую вы вносили. Вот 3 года, если продержать, то да, действительно 9% доходности, да еще и комиссии за обратный выкуп будут меньше, будут составлять 0,5%. Кстати, любопытно, с чем еще столкнулась моя родственница. Рассыпчатый зимний снег, первые весенние ростки, ласковое летнее море, задумчивый осенний листопад. Портал finversia.ru. Весь год финансовые новости для вас. У банка-агента абсолютно разные комиссии в зависимости от суммы приобретаемых бумаг. Они варьируются от 0,5% до 1,5%. В зависимости, еще раз подчеркну, от суммы. Так вот, сотрудница банка рассказывала моей родственнице о том, что вам достаточно положить 300 тысяч рублей, а это примерно составляло сумму депозита в Сбербанке, чтобы комиссия была не такой большой. Родственница положила эти 300 тысяч рублей, потом оказалось, что нужно было класть не 300 тысяч, а 301 тысячу рублей, чтобы была комиссия именно на 1%. Так моя родственница нарвалась на 1,5% комиссии. В общем, довольно скандальный опыт получился. Моя родственница оказалась совершенно недовольна этими бумагами. Но, в общем, она была не одинока, потому что, если первые выпуски этих облигаций, размещенные в 2017 году, разошлись на ура, я уже объяснил почему, то последние размещения идут не то что со скрипом, с большим скрипом. Один из последних выпусков, по-моему, второй, размещен сейчас на 47,8%, то есть меньше, чем наполовину. В начале февраля запустили уже третий выпуск, но он практически не продается. Почему? Ну, на самом деле, еще и потому, что доходность там сейчас кое-как превышает 7% годовых. Собственно, зачем вам это нужно, если банковский депозит без всяких этих ограничений, без всяких дополнительных комиссий дает 8%. Еще одна большая проблема этих облигаций, они могли бы быть использованы и быть интересным инструментом, например, если бы можно было их приобретать на индивидуальный инвестиционный счет. То есть вы открыли ИИС, на него купили эти ОФЗН, получили свои 13% налогового вычета, ну и впоследствии доходность купонную. Но законодатель ограничил эту возможность, не получится у вас купить на ИИС ОФЗ, простите за такое количество аббревиатур. На мой взгляд, в данных конкретных условиях, вот именно сегодня, смотреть в сторону ОФЗН просто бесполезно. Это, извините за выражение, мертворожденный продукт на данный момент, мертворожденная услуга. Даже несмотря на то, что законодатели, наша финансовая власть, хотят сейчас повысить популярность этого продукта, отменив те самые банковские комиссии за покупку и продажу этих бумаг, но даже в том случае, если эти комиссии будут отменены, то доходность 7% годовых сейчас позволяет кое-как сберечь деньги от инфляции. И то, вы понимаете, что вам для получения этой доходности нужно владеть этими бумагами 3 года. Кто захочет отвлекать деньги так надолго, когда банковские депозиты полугодовые, годовые дают гораздо больше. Поэтому, если вам хочется связываться именно с облигациями федерального займа, то проще всего открыть ИИС и на них купить нормальные, в моем понимании, биржевые облигации, которые сегодня дают гораздо большую доходность, плюс вы получаете налоговый вычет 13%. Если вас именно этот инструмент устраивает, то посмотрите в сторону обычных облигаций федерального займа. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok